День в день, час в час, минута в минуту. Радио Болтком. Давайте напишем историю вместе. Прекрасная юность. Поиски правды. Вспывшиеся надежды. И данные обещания. Флэшмобы в Фейсбуке. И случаи из нашей жизни. В студии Радио Болтком. По пятницам в три часа. В программе Очевидец. Добрый день, уважаемые радиослушатели. Сегодня у нас такая, можно сказать, грустная тема. Трагическая даже. Потому что сейчас мы, многие отмечают. И как-то своими мыслями возвращаются к началу Великой Отечественной войны. К 41 году. И к тем событиям, которые происходили в том числе и на территории Латвии в это время. И эти события были окрашены и ненавистью. И какими-то очень трагическими нотами. И эту тему мы сегодня будем обсуждать с директором музея истории евреев в Латвии Ильёй Ленским. Добрый день, Илья. Добрый день. Итак, 4 июля отмечается день памяти, так называемого Рижского погрома. День, когда была сожжена Хоральная Рижская синагога. Несколько лет назад на этом месте был установлен памятник, падающая стена, которую подпирают опоры. И это памятник праведникам, которые участвовали в спасении евреев, которые смогли сохранить для нас буквально десятки, наверное, людей, которые смогли пережить Холокост, которые смогли пережить эту трагедию. Потеряв близких, потеряв родителей, братьев, сестер, они выжили и сохранили для нас свидетельства этих дней как очевидцы. Наша программа тоже называется «Очевидец», поэтому, наверное, первым вопросом к Илье будет о том, в каком виде сейчас вот эти свидетельства, воспоминания хранятся, собираются. Может быть, они доступны в онлайн-режиме, и можно к ним обратиться и, допустим, самим посмотреть или использовать на уроках истории или еще каким-то образом. Это хороший вопрос. Значит, есть как бы свидетельств о Холокосте огромное количество, самых разных, вот самых разных, так сказать, сторон Холокоста. То есть есть такая известная модель о том, что в Холокосте есть четыре стороны. Это исполнители, это жертвы, это спасители и это свидетели. Но как бы по-английски это гораздо более такое заряженное слово «bystanders», то есть люди, которые стоят рядом. И вы понимаете, что стоять рядом можно позитивно и негативно. То есть это как бы люди, которые не являются ни одной из этих трех сторон. И, соответственно, есть огромное количество источников, которые происходят из всех. То есть есть, если мы говорим про источники со стороны убийц, то есть участников Холокостя. Например, это есть материалы судебных процессов, так сказать, их свидетельские показания разного рода даны в разных странах, в разных обстоятельствах и так далее. Эти материалы в основном находятся в архивах. Они чаще всего мало публикованы, хотя какие-то из них опубликованы. То есть, например, самый известный, то, что касается Латвии, и который вот недавно был опубликован в довольно специфическом, правда, виде, это материалы судебного процесса над Виктором Арайсом, главой, так называемой, латышской вспомогательной полиции, главного коллаборационистского подразделения в Латвии. И вот буквально несколько месяцев назад вышла книга записи этого процесса, которую сделал латышский журналист Карл Штаммерс. Процесс проходил в конце 70-х годов в Гамбурге. И эта книга вышла из хозяйства «Латвий Смэйдэй» несколько месяцев назад. Она есть сейчас во всех книжных магазинах. Это такое довольно тяжелое чтение не только в смысле содержания. Которая детально описывает обстоятельства преступлений совершенной команды Арайса. Но и это как бы судебный документ. То есть это как бы вот стенограммы допросов. То есть это такое серьезное чтение, 650 страниц. Вот это, допустим, последнее из того, что вот в Латвии стало, было опубликовано. А почему вы называете это специфической редакцией или специфической подачей? Посмотрите, потому что это как бы Штаммерс, насколько мы понимаем. То есть он частично стенографировал, частично пересказывал. Вот. И, соответственно, как бы какие-то вещи там получаются в сокращенном виде. Но там очень интересно, он также записывает то, что происходит в кулуарах процесса. То есть он там говорит, объявлен перерыв, и вот там, допустим, прокурор говорит с таким-то. А вот сторона защиты говорит с таким-то. То есть это журналистский репортаж. Да, это как бы, то есть это вот такой смешанный источник. Действительно, он очень интересный, он очень важный. Опять же, там на примере, вот, допустим, вот этого, так сказать, вот этого вот записи Штаммера, там очень хорошо видно, как меняется ход процесса. Да, как сначала вот эти вот немецкие судьи, немецкие юристы вообще не очень понимают, что происходит. Да, но потом они в какой-то момент, с тем, как появляется все больше и больше свидетелей, и они в какой-то момент сами едут в Ригу, и здесь повторно опрашивают свидетелей. Да, так сказать, как меняется их отношение. Вот. И как они погружаются в процессы, как они понимают. Да, и там очень интересно последить, например, как они оценивают достоверность свидетельских показаний и так далее. Вот. То есть вот это, как бы, допустим, последнее такое, что вышло по Латвии, свежая книга. И параллельно за несколько месяцев до этого вышла книга Рихарда Пляуниекса, тоже о процессе… Это американец, наш отечественник-американец. Да, значит, о процессе Арайса в контексте холодной войны. То есть о том, как, большому счету, как разные стороны холодной войны пытались использовать вот эту вот тематику нацистских преступников и тематику коллаборации в своей политической практике, да, в своих политических интересах. Это вот, допустим, последние две такие очень серьезные, хорошие книги, которые вышли. Да, то есть там, опять же, про них можно критиковать и, так сказать, обсуждать их. Вот буквально на днях вышла рецензия социолога Дейдзиса Берзенша на обе книги. Вот, в журнале Института истории Латвии должна, я так понимаю, что очень скоро появится в журнале «Дуо музеймис» рецензия историка Каспара Зайлеса. То есть это, как бы, посмотрим, как они оценивают. Но в целом это такие две важные работы, которые я очень советую прочитать тем, кто интересуется тематикой холокоста в Латвии. Вот, значит, допустим, если мы говорим про свидетельства выживших, да, есть, например, большое количество вот таких свидетельств разного объема, от, может быть, двух страничек до книг, которые хранятся в нашем музее. Это неопубликованные свидетельства зачастую, а также есть огромное количество опубликованных свидетельств. И, допустим, если мы говорим про Латвию, то такое, наверное, самое известное свидетельство – это автобиографический текст Фрида и Фрид Михельсон, который называется «Я пережила Румбулу». Она, так сказать, спаслась при расстреле в Румбуле, она, как бы, спряталась под кучей обуви, и этот текст начал циркулировать в сам издате еще в 60-е годы. И, так сказать, естественно, в Советском Союзе он не мог быть опубликован. Она его опубликовала уже на Западе, когда она эмигрировала в 71-м году, и, так сказать, потом он уже в нескольких языках появился. Вот в 2014 году он был издан по-латышски, в 2014. То есть сейчас он доступен, в общем, на всех языках, по-русски, по-латышски, по-английски, на иврите и так далее. Вот. Потом есть, например, очень хорошие мемуары, опять же, о Рижском гетто Эльмара Ривоша, известного скульптора, который он писал после войны, который в небольшой фрагмент из них был опубликован в начале 60-х годов на идыше, хотя в оригинале они написаны по-русски, но по-русски этот текст, опять же, не мог появиться в советское время, поэтому, так сказать, мы перевели на идыше, опубликовали в журнале Совета Жеймланд, Советская Родина, который выходил в Москве. Ну вот, но в 2008 году они вышли на латышском и на русском полноценное издание и, к сожалению, сокращенное издание на английском. Потом опять из таких книг, которые действительно повлияли на латвийское общество, которые были прям прочитаны, это мемуары Валентины Фреймана «Прощай, Атлантида», которые посвящены не только Холокосту, но и ее довоенной жизни, которые дают очень, мне кажется, хороший взгляд сверху и издалека несколько на довоенную латвийскую жизнь. И Валентина про некоторые вещи пишет очень, мне кажется, очень точно. То есть вот это ее метафора шкафчика, в которой она говорит, что латвийское общество было как комод с ящичками, каждый жил в своем ящике, его мало интересовало, что происходит в соседнем ящике. Это такая, мне кажется, очень хорошая метафора. Это, допустим, то, что касается свидетельств выживших. Кроме того, есть два, как минимум два крупных видеоархива, самая известная из которых – это фонд Холокоста Стивена Спилберга, того самого Стивена Спилберга, известного режиссера. Который снял из Экшиндлера. Да, да, да. Который снял там десятки тысяч видеоинтервью с выжившими в Холокосте и с, допустим, с людьми, которые были на фронте, с современниками Холокоста, с людьми, которые как-то участвовали в событиях в том или ином виде, со стороны жертв, так сказать. И, к сожалению, эти материалы не очень доступны онлайн, только часть из них полноценно доступна онлайн. Но они прям, они хорошие, они обработаны, то есть там проставлены бирки. Метки времени. Бирки, да, то есть там как бы это очень серьезно. И второй – это есть архив проекта Центропа, который, это проект европейский с Центром Веня, где тоже довольно много всяких интервью, хотя их в меньшей степени интересовал Холокост, их интересовала в основном довоенная жизнь. И есть некоторые архивы поменьше, да, то есть, но в целом как бы сейчас все больше и больше появляется вот этих вот архивов, видеосвидетельств. Потому что, в конце концов, люди до сих пор живы. Мы об этом говорим, что как будто они все, они исчезли. Нет, это понятно, что это люди в основном очень пожилые, и понятно, что многие из них, к сожалению, наверное, и в силу возраста, или чего-то другого, они много не помнят. Но многие помнят, и, так сказать, люди до сих пор дают эти интервью. Так сказать, если мы говорим про сведения со стороны спасителей, например, то чаще всего это материалы, которые хранятся в институте Яд-Вашем в Иерусалиме, в Израильском национальном институте памяти и героизма, мне кажется, он так сейчас называется, который целенаправленно собирает все материалы, связанные со спасением евреев во время Холокоста. У них есть специальный титул «Праведник народов мира», который присуждается тем людям, которые спасали евреев во время Холокоста. Сейчас в Латвии, ну или как бы по Латвии, они присудили 138 таких титулов. Это сильно меньше, чем было реальных историй спасения, которые мы знаем, но у них, в общем, довольно жесткие критерии именно для получения этого титула. Но собирают они материалы обо всем. И у них, соответственно, это все выложено в интернет. Все материалы или, по крайней мере, описания по людям, которым они вручили этот титул «Праведник народу мира», их база данных доступна онлайн. Илья, извините, я вас перебрю. Жесткие критерии, то есть, они оценивают количество жертв спасенных? Нет, нет. Я не хочу соврать, я не помню из головы. И, кроме того, они требуют, чтобы были свидетельства со стороны спасенных и так далее, что довольно часто сейчас невозможно. Поэтому приходится искать какие-то другие свидетельства. Поэтому у них гораздо меньше этих титулов, чем реально людей, которые спасали. А как вы реально оцениваете количество людей, которые спасали в Латвии? Смотрите, сейчас создатель нашего музея господин Вестерман, который уже много лет этой темой занимается, который, собственно, благодаря которому появился памятник, появился наш музей, он появился памятник на Гоголя рядом с мемориалом памятника спасителям. Последняя цифра, которую он оценивал, было 638 случаев спасения. Не всегда мы знаем имена спасителей. Как вы понимаете, это было... То есть, это 638 человек? Да, эпизоды. Не все из них мы знаем имена, не всегда мы знаем, кого они спасали. Очень часто, например, это требовало усилий нескольких людей, чтобы спасти одного еврея. То есть, это вот... Опять же, поэтому я очень советую почитать книгу и Фриды Михельсона, и Валентины Фреймена, где они описывают, как от одной семьи, например, или группы людей, вот этот вот преследуемый еврей переходит к другой группе, и так далее. Вот. Совершенно точно, что этих случаев спасения было больше. Удастся ли нам когда-нибудь зафиксировать их все? Скорее всего, нет. Да, потому что довольно много есть каких-то случаев, в которых есть какое-то глухое упоминание, например, в полицейских документах каких-то, да, то есть, и совершенно непонятно. Если у вас нет никаких зацепок ни имени спасителя, ни имени спасенного, ну, что вы можете сделать? Какие-то истории приходится собирать, знаете, как пазл. По крупицам, вы ищете одно, вам рассказывают другое, которое дополняет какую-то другую историю, которую вы исследуете. И даже иногда, можно сказать, расследуете, потому что тут есть некоторое пересечение между работой историка и исследователя, который пытается понять, как из этого всего разобраться. Ну, все-таки 638 – это цифра, которая, ну, как-то порождает веру в человечество, потому что мы знаем, что из евреев, которые оставались на территории Латвии на момент оккупации, ну, погибли буквально почти все. И эта цифра оценивается, ну, буквально в сотни человек, поэтому из тех, там, 90 тысяч, которые жили на территории… Смотрите, значит, сейчас мы считаем, что в руках нацистов оказалось, видимо, примерно 73 тысячи, 74 тысячи евреев. Латвийских именно. Да, латвийских евреев, потому что какая-то часть, видимо, можем говорить о числе до 15 тысяч, может быть, успела эвакуироваться, да, бежать. Это были либо, например, это были… Ну, такие случаи известны, Были призваны в армию и так далее, да, то есть, видимо, до 15 тысяч успела эвакуироваться. Значит, и, соответственно, в руках нацистов осталось, видимо, может быть, вот эти 73-74 тысячи. Из них, ну, более 70 тысяч погибло. мы не можем, к сожалению, точно сказать, какое количество выжило, потому что, допустим, многие были не только на территории Латвии, да, сказать, те, кто, ну, спаслись на территории Латвии, те люди, которых там прятали и так далее, но многие из тех, кто выжил, это те, кто выжил в нацистских лагерях, куда они были перевезены в 44-м году. И, так сказать, выжившие в нацистских лагерях, кто-то из них вернулся в Латвию, кто-то из них остался на Западе и уехал в Америку, в Канаду, в Англию, в Австралию, в Новую Зеландию и в Палестину. И, так сказать, какие-то из этих людей меняли имена, какие-то из этих людей умерли довольно скоро после этого. Поэтому очень часто мы не можем найти следы, потому что, опять же, мы не знаем, кого искать. Да, то есть, поэтому, как бы, есть некоторый вопрос, но, по крайней мере, мы можем говорить о том, что более 70 тысяч латвийских евреев погибло. И погибли они в очень короткий период времени. Это, в общем, несколько месяцев после начала нацистской оккупации. Соответственно, когда происходила известная конференция в Ванзе в пригороде Берлина, где было принято решение вот так называемым окончательным решением еврейского вопроса, когда было принято решение создавать вот эти лагеря смерти в Польше, которые будут работать исключительно на убийство людей. Сказать, никаких других функций не было. К этому моменту абсолютно большинство латвийских евреев было убито. То есть, вот, один из самых сильных символов Холокоста, ворота Аушвица, который, я думаю, что вы себе визуально представляете, это такой, как бы, известный упук. Нет, труд освобождает. Эти, и потом есть вот эти вот ворота жизнедорожные. Это все, как бы, для латвийских евреев было совершенно нерелевантно. Обсюдно, большинство из них не дожило ни на каких лагерей, ни на каких транспортов, ни до чего. Вот. Соответственно, соответственно, как бы, вот, мы считаем, что, видимо, там, 70 тысяч плюс погибло, плюс более 20 тысяч евреев из Германии, Австрии и Чехии, которые были депортированы сюда. И, к сожалению, пока что не очень понятное количество венгерских евреев. А литовцы, литовские беженцы? С литовскими беженцами они тоже, про них просто ничего невозможно сказать. Это, как бы, это большая проблема. Мы знаем, что во многих местах именно эти самые литовские беженцы становились первыми жертвами, но, опять же, их, они не были посчитаны, их имена никто не знал, и мы не можем оценить это количество. Поэтому, просто, как бы, тут мы бы не хотели спекулировать. Потому что, можно назвать любую цифру, она непроверяема, к сожалению. Но, например, есть довольно хорошее, извините, что употребляю слово хорошее, но, как бы, описание, например, судьбы литовских беженцев, это мемуары одного из них, Сидни Айвенса, который пытался эвакуироваться из Литвы, и он застрял в Даугавпилсе. И он попал в Даугавпилское гетто. Как Сидни? Сидни Айвенс. Его мемуары несколько лет назад, мне кажется, шесть или семь, вышли и по-латышски, и по-русски, под названием «Как темны небеса». И, опять же, они есть, ну, я думаю, что еще до сих пор есть в книжных магазинах, вот, и где как раз описывается, вот, в том числе, судьба этих литовских беженцев. Хорошо, мы сейчас сделаем небольшой перерыв для рекламы, и через несколько минут вернемся, у нас есть звонки, пожалуйста, наберите серпение, перезвоните, через несколько минут мы с удовольствием ответим на ваши вопросы, наш сегодняшний гость Илья Ленский. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Продолжаем программу «Очевидец». Сегодня мы обсуждаем тему трагических событий июля 1941 года и последовавших за ним событий в Латвии, когда происходило массовое уничтожение еврейского населения. И у нас в студии сегодня Илья Ленский, директор Музея истории евреев Латвии. Мы работаем в прямом эфире, вы можете звонить по телефону 672-12-93-9, 672-13-93-9. У нас перед перерывом были звонки, так что можете уже набирать номера студии, и мы постараемся ответить на ваши вопросы. Мы говорили о свидетельствах выживших, о свидетельствах участников событий, и Илья рассказал о том, что в Латвии уже довольно много книг издана на эту тему, они доступны на разных языках, в том числе на русском языке, и продаются даже в книжных магазинах. Вы упомянули о Рихарде Плявне, ксиму, историке из США, который, ну вот, в прошлом году я читала его интервью, кстати, по-моему, в Латвии с Авизе, и он высказывает такие мысли, которые, может быть, не вполне популярны сейчас в Латвии, поскольку он призывает все-таки к объективной оценке тех действий, которые происходили именно руками местного населения в отношении евреев и местного населения, которое не только включилось, так сказать, в политику окончательного решения еврейского вопроса нацистами, но и само проявляло инициативу в этом плане. Нет, это ложь. Почему ложь? Не проявляло инициативу. Значит, смотрите, Холокост в Латвии, это очень важный момент, который нужно понимать. Холокост в Латвии, в отличие, например, от каких-то других регионов, происходит в ситуации нацистской оккупации. Так сказать, все, что связано с Холокостом в Латвии, происходит под надзором нацистов. При этом, например, вот если мы говорим о событиях 4 июля, перед 4 июля, 3 июля, вечером, в префектуре полиции руководитель так называемой специальной группы, Einsatzgruppe A, доктор Вальтер Шталакер, собирает небольшую группу, так сказать, идентифицированных коллаборантов, которые потом станут ядром команды Арайса, так называемой, и они получают задание сжечь рижские синагоги, нападать на улицы на людей с целью вызвать погром. И это, в общем, та модель, которая была опробована, например, в 1938 году, во время, так называемой, Хрустальной ночи в Германии, да, так сказать, когда нацисты имитировали, как бы, народное негодование и нападение на евреев. Вот, и действительно, мы знаем, что синагоги были сожжены, это был символический акт, сожжение большой синагоги снималось специально для кинохроники Deutsche Wohenschau, где, значит, оно показывалось с комментарием о том, что латыши мстят евреям за преступления жидобольшевиков и так далее. Но, например, во внутренних нацистских документах мы видим неудовлетворенность этой акции, где говорится, что не удалось вызвать погромы, так сказать, вот как бы спонтанные нападения, да, соответственно, использовалась другая тактика, то есть, например, в нескольких местах, это было в Резакне, это было в Валмире, вероятно, еще в нескольких местах нацисты пригоняли евреев, чтобы они выкапывали жертв, убитых советским режимом, в последние дни еще советского режима, уже после начала нацистского вторжения, да, это были люди расстрелянные в тюрьмах, и, соответственно, нацисты говорили, что вот, это евреи, которые виновны в смерти ваших родственников, и так далее, но тоже, в общем, не происходили какие-то большие спонтанные нападения, нацисты совершенно спокойно после этого переключаются, хорошо, это не работает, тогда, соответственно, мы будем действовать другим способом, тогда вот у нас есть сформированная вспомогательная полиция, то есть команда Арейса, тогда она или другие подразделения на местах, тогда они будут осуществлять вот это организованное убийство евреев. Хорошо, сейчас мы послушаем звонок радиослушателей, добрый день, говорите, наушники наденьте, Илья, прошу. Вот у меня, знаете, такой вопрос, а вы обращаетесь, например, свидетели тех, кому вот выжившие что-то рассказывали, именно они могут и содержать информацию, вот, например, я знаю, что в Сталидзане это был дом священника вот еврейского, он, наверное, житель, но его дом был под Малельну создан, сын его пил в этой, у них была поделена женская комната. А где это, где это было, в каком городе? Прошу прощения. Повторите, пожалуйста, название населенного пункта? Сталидзан. Сталидзан. Нет, а город какой? Город какой? Ну, это ворокляны, но они в Сталидзане. Ага, понятно, да. И в Сталидзане был этот дом. И этот дом сразу соседи разбомбили, сожгли и всех убили. И вот маленький мальчик, самый маленький ребенок их, они все в Вашингтоне есть музеи, их имена. Но мальчика их сынишки нет, потому что он тут в Латвии не проходил. Была перепись раньше, да, и он нигде не попал. Вот его как бы и нет в жертвах. И таких, наверное, много людей, да. кто-то из семьи выжил, их вот ворокляны. Смотрите, с... Сталидзане. Да, хорошо, мы записал. Ильяна. мы зафиксируем телефон, если можно. Смотрите, это хороший вопрос. И несколько лет назад, ну, уже довольно большое количество лет назад, Центр Удайки Латвийского университета совместно с Латвийским государственным историческим архивом. Они сделали такой проект под названием «Имена и судьбы». Это база данных, которая доступна в интернете names.lu.lv, где они попытались проследить судьбу каждого латвийского еврея во время Холокоста. И там они, так сказать, кроме материалов, допустим, переписи и так далее, они использовали более 400 всяких источников, в том числе воспоминания. И мы, так сказать, я очень призываю наших слушателей и зрителей посмотреть эту базу данных. И если они там находят, например, какого-то человека о судьбе, которого они могут дать дополнительные сведения, это будет очень важно. То есть это как бы это действительно очень важная работа. Она бесконечна, к сожалению. то есть не знаю, к сожалению или к счастью. И мы, конечно, никогда не сможем узнать, проследить судьбу каждого, увы. Но постараться максимально это сделать для нас очень важно. Поэтому, пожалуйста, смотрите эту базу данных names S-N-A-M-E-S точка L-U точка L-V она есть на всех языках, да, и дополняйте ее по возможности. Это будет очень важно. И там будет указано, что вот один из источников это сведения, полученные от такого-то и такого-то. Итак, вы сказали, что погром 4 июля был произведен фактически по приказу Шталлакера, а вот что происходило в провинции? Ведь мы знаем, что стали создаваться стихийно так называемые отряды самообороны. Нет, смотрите, значит, это немножко разные вещи. Я, собственно, как раз 3 июля недавно была конференция в Лимбаже, которая как раз посвящена вот этим вот вопросом, что такое отряды самообороны и так далее. Значит, отряды, значит, изначально стали создаваться отряды партизан, действительно, которые возникали стихийно с целью бороться с отступающими советскими частями и так далее. В тот момент, когда приходили немцы, они пытались чаще всего из вот этих вот партизан, но не обязательно из них, создать какой-то отряд, который стал называться самообороной. Как бы вот эти вот структуры, так называемые комендатуры самообороны или самоохраны, это были немецкие структуры, созданные немцами, которые должны были выполнять, так сказать, ровно, то, что им нацисты говорят. В каких-то случаях это могла быть действительно просто охрана каких-то объектов, например, во многих случаях действительно этих самооборонщиков, самоохранщиков отправляли для осуществления репрессивных акций против мирных жителей, это и те, кого обозначали как советских активистов, это и евреи, это и другие группы, да, то есть, например, могли быть пациенты психиатрических больниц. Вот, и, соответственно, надо смотреть, как бы оно от региона к региону немножко отличалось, да, то есть, где-то это отправляли просто все подразделения самоохраны, так сказать, на там конвоирование и расстрел евреев. В каких-то местах, например, могли предложить им, так сказать, кто хочет добровольно, как бы, пожалуйста, то есть, у нас, например, есть отчет начальника одного из участков Даугавпилской полиции, значит, где он расписывает, что, как бы, ну, вот вообще к нам в полицию, кстати, пришло много людей, которые, которые были активны в советский год, а сейчас, значит, хотят, так сказать, себя обелить, условно говоря, вот, ну, там рассказывают про деятельность полиции, и, значит, он говорит, что вот, когда пришла, пришел приказ уничтожать евреев, то мы предложили людям записываться, и в нашем подразделении не было недостатка в добровольцах, которые, так сказать, записались на эту неприятную работу, он так пишет, вот, и которые ее выполнили как-то там хладнокровно и ответственно, понимая, какую услугу они оказывают всему христианскому человечеству, вот, то есть, сказать, в данном случае идет речь о том, что приходит приказ, да, о том, что евреи, ну, это одна из акций расстрелов доугов пилса, вот, и, соответственно, как будто он набирает добровольцев из какого-то более широкого пула доступного, да, то есть, когда начинают говорить о том, что нельзя было отказаться расстрелить, это ерунда, сказать, те люди, которые участвовали в расстрелах, в абсолютном большинстве случаев, это те люди, которые участвовали в этом добровольно, у нас нету, программирование, неизвестно, случаев, чтобы у кого-то были проблемы за то, что он отказался участвовать в расстрелах. Так, вот, если говорить о метафоре Валентины Фреймана, о том, что латвийское общество напоминало комод с ящиками, которые не пересекались друг с другом, как, ну, вы сейчас для себя лично, как человек, объясняете вот этот прилив энтузиазма добровольцев, которые хладнокровно и ответственно выполняли свою миссию? Смотрите, это хороший вопрос. Значит, во-первых, несомненно, очень многие в Латвии не считали евреев частью латвийского общества. Сказать, просто как бы они не считали евреев частью латвийского общества. Евреи это кто-то... То есть не считали их за людей? Нет, не то, что не считали их за людей, это не считали за людей, их не считали частью латвийского общества. То есть, как бы, это какие-то внешние для нас персонажи, как бы, которые, пожалуйста, они могут жить, они могут заниматься своей деятельностью, пожалуйста, но они не являются частью общества. То есть так же, как вот у вас сумка, она вам дорога, наверное, да, то есть как бы вы ей пользуетесь и так далее, но как бы эта сумка, это не вы, то есть у вас принципиально разные отношения к вашей сумке, к вашей руке, наверное. Примерно вот так же, так сказать, они не являются частью латвийского общества, нас не очень вообще интересует, что с ними происходит. То есть это, как бы, нацистский режим предлагает их убить, как бы окей, да, как бы чаще всего мы их не очень-то любим, в общем-то, почему бы нет. Кроме того, очень важный фактор – это желание поживиться, так сказать, еврейской собственности. Да, то есть это проявляется всюду, это проявляется во всех воспоминаниях и воспоминаниях самих, ну, так сказать, в свидетельствах показаниях самих участников и в свидетельствах выживших. Надежда получить вот эти вот часы, пальто, детскую коляску. Есть документы, когда люди пишут, что вот прошу выдать там из имущества убитых евреев такой-то, такой-то объект, да, ну, какой-то там предмет, комод какой-нибудь, опять же. Это очень важная мотивация, да, так сказать, человек, который, условно говоря, там, до войны никогда бы не взял в руки оружие, чтобы пойти кого-то там убивать. Тут ситуация такая, что тебе, во-первых, говорят, ну, в принципе… Можно. Да, не просто можно, да, то есть, так сказать, мы как бы, мы это поддерживаем, да, так сказать, мы, как бы, если ты хочешь, то иди, и кроме того, ты за это будешь вознагражден. Да, еда, водка, сигареты, это уже даже не обсуждается. И это тоже очень важный фактор. То есть, понимаете, проблема… Если бы речь шла о том, что, так сказать, изначально были какие-то там агрессивные, радикальные антисемиты, которые стали убивать евреев вдруг, это было бы гораздо меньше этической проблемой. Потому что это было бы понятно, да, то есть, есть антисемит… Опять же, то есть, мы можем обсуждать, например, какая роль была на самом начальном этапе Холокост, например, у организации PR-конкурсовцев, да, которая была запрещена при Ульманисе, и, так сказать, руководители, которые… Которые были антисемитские мотивы, да. Да, которые были радикальные антисемиты, как бы, это было бы логично, если бы, так сказать, те люди, которые убивали евреев, были бы все PR-конкурсовцы. Но это не так, да, PR-конкурсовцы составляли какую-то относительно небольшую часть, если мы говорим про всю Латвию, тех, кто убивал евреев. У нас есть звонок, давайте послушаем. Да, давайте просто закончить. Это очень большая этическая проблема, что абсолютное большинство людей, которые убивали евреев, это были совершенно, так сказать, обычные люди, которые, видимо, в других обстоятельствах никого бы не убивали. Потому что, по крайней мере, условно, в каком-то 1932 году они не брали винтовку и не шли кого-то убивать. Но в той ситуации, когда власть тебя к этому, как бы, говорит, что это можно, и это социально одобряемый поступок, и ты еще за это получишь часики, то, как бы, человек совершенно по-другому начинает это смотреть. Ой, ужас, ужас. Звонок прекратился. Вы звоните, пожалуйста, я вижу, что вы звоните. Да, слушаем вас. Слушаем вас. Добрый день, говорите. Добрый день. Неудивительно, прошло 80 лет трагедии фашизма, но сегодняшние политики продолжают в Латвии делать свое черное дело. Последовательно создают бархатный геноцид против народа меньшинств, особенно против русских. Спасибо за внимание. Поняла. Хорошо, мы все-таки вернемся к теме этической, ну, мотивации людей, которые вот участвовали в этих событиях, и в особенности, знаете, то, что вы сказали о судьях, судивших, например, Ареса, и оценке свидетельских показаний. Давайте мы к этому вернемся, а сейчас еще послушаем радиослушатели. Добрый день, говорите. Здравствуйте. Добрый. У меня такой вопрос, вот, значит, вас... Алло, мы вас не слышим. Перезвоните, пожалуйста, что-то не получилось со звонком. Мы попробуем еще раз вас выслушать. И вернемся сейчас к теме оценки свидетельских показаний. Насколько я знакома вот с публикациями, с процессов или следствия по, так сказать, нацистским преступникам, военным преступникам, да, людям, которые здесь участвовали в разных кровавых акциях, а впоследствии скрылись на Западе, ну, во времена Холодной войны они как бы выбрали для себя такую позицию, что они вообще ни в чем не участвовали, во всем виноваты немцы, они белые, пушистые, они добрые христиане, поют в церковном хоре, вот, а то, что им там приписывают, это все советская пропаганда, злые наветы и так далее. Вот как вы можете прокомментировать, ну, вот, эти моменты, ну, может быть, с учетом книжки Плявникса о... Значит, смотрите, действительно... В Холодной войне и... Действительно, те... У нас есть примеры тех людей, которые действительно так себя вели, да, и более того, то есть мы знаем, что их не преследовали долгое время, во многом это связано с тем, что, как бы, действительно такой пик интереса вот к этим вопросам соучастия, да, то есть был один пик сразу после войны, когда англичане и американцы пытались привлекать и судить, да, то есть мы знаем, что того же Виктора Арайса, его британцы арестовали после войны в 48-м году, если я не ошибаюсь. Он был британцем, но они его выпустили. Сказать, они не смогли собрать материалы, еще что-то, и, в общем, он у них ускользнул. Сказать, англичане хотели провести процесс по делу Рижского гетто, да, и преступлений, совершенных при убийстве узников Рижского гетто. Они готовили материалы, они собирали эти материалы, но, как бы, это закончилось ничем. Как бы, в 50-е годы, опять же, это Холодная война, никто этим не хочет заниматься, да, и, вот, как бы, книжка Плябникса, она в том числе и про то, что, как бы, в 60-е, 50-е, 60-е годы это воспринималось действительно как, как бы, такая тема, которая может играть на руку советам, да, и тут надо сказать, что действительно советские органы или советская власть, она, да, использовала это как пропагандистскую тему. То есть, например, выходили, там, книги политические беглецы без маски, кто такие соколы-дауговы, да, которые, с одной стороны, действительно, там были, как бы, фрагменты реальных документов и так далее, но которые были, как бы, очень четко заточены не на, как бы, не на историческую функцию, а вот на эту функцию борьбы с политическими деятелями латышской эмиграции, да, и там выходили фильмы, например, один из таких фильмов снял Герц Франк в том числе, и действительно, как бы, американцы условные, которые вообще не в этой теме, да, то есть, они, как бы, видят, что, с одной стороны, как бы, вроде, советы в чем-то там обвиняют, с другой стороны, вот, как бы, у нас тут люди, которые настроены явно антисоветски, которые, как бы, беженцы и так далее, как бы, что этим заниматься? Но ситуация поменялась в 80-е, да, когда и в Америке, и в Канаде начали пересматривать дела очень многих людей, да, и, как бы, им стали, против них начали процессы, потому что, что они лгали о своем военном прошлом, ну, так сказать, получая разрешение на въезд в Америку, да, то есть, это самый известный пример, это история с Болеславом Майковским, да, 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 вот, который был экстразирован в Германию, и был процесс, и который тоже закончился ничем, потому что, так сказать, за слабостью обвиняемого, да, 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 по состоянию здоровья, вот, и, так сказать, эти начали пересматривать эти дела, но, кроме того, вспомним, что тогда же в конце 80-х годов мы можем, наверное, говорить о том, что в 70-е и 80-е годы меняется постепенно отношение и, скажем, эмиграции, да, то есть, круговая эмиграция к этим вопросам, да, и уже в 70-е и 80-е годы журнал Яуна Агайта, один из ведущих эмигрантских литературных журналов, культурных журналов, говорит об этих вопросах коллаборации, говорит очень жёстко и очень критически, им, тогда его редактировал Валтер Снолендорфс, который сейчас является главой отдела внешних связей Музея оккупации, в 88-м году начал писать о команде Арайса и о вопросах коллаборации историк Андреев Сезер Гайлес, и он получил очень жёсткую реакцию, да, и это ему стоило, в общем, многих нервов тогда эта работа, и он стал первым, кто написал полноценную книгу о Холокосте в Латвии, которая вышла в 96-м на английском, в 99-м на латышском, и до сих пор это, в общем, такое классическое произведение, которое широко используется, то есть, конечно, отношение и в кругах эмиграции к этим вопросам менялось, и отношение тех стран, где оказались военные преступники, опять же, то же самое дело Арайса, он, в общем, не особо прятался, он жил под фамилией жены, и по большому счёту, как бы этот процесс возник, потому что шли процессы над немецкими преступниками, преступниками, да, потому что, опять же, Германия в 60-е, 70-е годы начинает рассматривать то, что связано с преступлениями в Восточной Европе, потому что до этого бывало так, что, как бы, человека судили только за, так сказать, деятельность в рамках нацистской партии, совершенной в Германии, а в Германии он как раз ничего не совершил, и просто классический пример, в 2011 году мне позвонил один мой коллега, и говорит, Илья, ты знаешь, что умер Мартин Зандбергер? Я говорю, а кто это такой? Говорит, ты не знаешь, кто такой Мартин Зандбергер? Я говорю, ну как, ну Мартин Зандбергер, я знаю, что он был главой специальной команды, один, который занимался убийством евреев в Эстонии, и, кстати, немножко в даугу впился. Он говорит, да, он. И это мне как-то не приходило в голову. Мартин Зандбергера после войны судили и приквали к смертной казни. Значит, смертную казнь потом заменили пожизненным заключением, по-моему, потом это пожизненное заключение сжалось до 10, наверное, лет или 8. И, в общем, он в 50-е годы вышел на свободу. И прекрасно, до 2011 года, до возраста 100 лет, если не ошибаюсь, дожил где-то в пригороде Штутгарта. Совесть его не мучила? Вероятно, нет. Да, у нас очень много звонков. К сожалению, наше время подходит к концу. Видимо, может быть, нам стоило бы еще раз встретиться с Ильей и поговорить об этой теме. Она, конечно... Смотрите, у нас будет, опять же, будет 30 ноября, годовщина убийства узнекопережеского гета в Румбуле. Мы можем встретиться тогда. На эту тему. Хотя, конечно, хотелось бы встречаться и по... Более позитивным поводам. Но это важная тема, которую нельзя обходить. Вы сказали за эфиром, что вы сейчас готовите к изданию некоторые материалы новые. Поэтому, может быть, по поводу книг мы можем поговорить и других тем. Спасибо Илье Ленскому, директору Музея истории евреев Латвии, за участие в программе, за то, что он собирает, и его сотрудники собирают свидетельства, собирают материалы. Раритеты, памятные вещи об истории, части нашего общества, которая, конечно, очень важна, и о людях, которые внесли огромный вклад в культуру Латвии. Я думаю, что отделять этих людей в какой бы то ни было форме от жизни Латвии неправомерно, несправедливо и неправильно. Поэтому, я думаю, что мы еще будем встречаться с Ильей. Спасибо радиослушателям за участие в программе. Я очень извиняюсь, что не смогли мы принять ваши звонки, но Илья... Извините, что я перешел в режим радиоточки. Нет, Илья просто говорила об очень важных вещах, существенных, поэтому, конечно, хотелось выслушать то, что эксперт, историк и профессионал рассказывает об этих событиях объективно, вполне основанно на документах, и то, что позволяет нам тоже посмотреть на эти события, может быть, более трезво и холодно. Программу «Очевидец» сегодня провела Людмила Прибыльская, звукорежиссер студии Евгений Копеин. Всего доброго, до встречи через неделю. Спасибо. Вы слушаете радио Болткома.